Весной 1861 года 5 марта огромная крестьянская страна узнала о своем освобождении. В этот день был обнародован манифест императора Александра II об отмене крепостного состояния. Россия сделала первый шаг к свободе и все в ней сразу зашаталось. Либеральные реформы взорвали огромную страну. Это парадоксально. К реформам все оказались не готовы. Все. И общество было не готово. Оно отвернется от реформ и ударится в революцию. И власть была не готова. Потому что давно перестала понимать народные жизни. Власть окажется беспомощной перед силой революционного радикализма. И тайная полиция не сумеет защитить власть. Потому что и тайная полиция была не готова. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В первый год реформ Александра Второго Старая тюрьма в Петропавловской крепости была почти пуста. В ней содержался только один политический преступник, поручик Михаил Бейдеман. Он доставил тайной полиции, в ту пору это третье отделение, доставил много хлопот. Его задержали в 61-м году в Финляндии, недалеко от российско-шведской границы. Год назад поручик без всякого предупреждения не явился в Драгунский полк. Скрылся за границей, и с тех пор о нем не было никаких известий. На первом допросе Бейдеман заявил чиновнику третьего отделения, что никаких объяснений давать не будет. И в этой решимости умру, добавил поручик. Но решимости хватило ненадолго. Поручику было всего 20 лет. Максимализм, свойственные молодости, желание совершить героический поступок, а более всего досада от нелепого ареста, все это заставило поручика прерывать молчание. Он попросил перо, бумагу и написал такое. Впрочем, судите сами, я выродился на родину для того, чтобы отомстить за все страдания, которые она перенесла. Далее он писал о проливаемой крови бедных крестьян, о произволе деспотизма, о первых сановниках империи, в том числе начальнике третьего отделения, говорилось, что это сволочь и гниль. Но это еще цветочки по сравнению с его планом действий. Поручик собирался поднять народ, 40 миллионов крестьян, и готовился к цареубийству. Когда Александру Второму передали все эти бумаги Бейдемана, то император был в растерянности. Он искренне не знал, что делать с этим полубезумным носителем революционной психологии. И он ушел от решения. Он попытался забыть об этом человеке. Его оставили в крепости до особого распоряжения. Поручик просидит здесь 5, 10, 20 лет. А тем временем в России становилось все больше и больше таких молодых и горячих людей. 16 мая 1862 года в Петербурге начались пожары. То в одной, то в другой части города загорались дома. Застройка в Петербурге всегда была плотной, особенно в центре. И пожар быстро распространялся от одного здания к другому. Самым страшным днем в Петербурге станет 28 мая. Это было воскресенье. К тому же праздник, духа в день, все гуляли. Загорелось на Апраксином дворе. Это большой торговый квартал, забитый сараями и лавками. Не прошло и часа. А здесь было уже море огня. Когда грандиозный пожар собрал толпы зрителей. Как вы понимаете, люди были крайне возбуждены. И вот тут в Петербурге начался настоящий общественный психоз. Все почувствовали, что это не просто какое-то стихийное бедствие, несчастье. Что тут действует чья-то злая воля. И тогда испуг, отчаяние моментально обернулись ожесточением. Негодованием на этих неведомых врагов, на поджигателей. Они должны быть. Они есть. И в этом уже никто не сомневался. О том, кто они такие, эти изверги рода человеческого, единого мнения не было. Кто-то кричал, что это поляки. Но большинство считало, что это свои студенты. До сих пор мы не знаем ни одного реального имени поджигателя. Ни одного. Хотя искали все. Не только полиция. Не нашли. Тем не менее, возник устойчивый миф о петербургских пожарах. Этот миф обнаружил в человеке скрытую тревогу. Люди потеряли покой. И чисто интуитивно указали на источник этого беспокойства. Да, это были поляки и студенты. О поляках и польском движении мы сегодня говорить не будем. Что касается студентов, то, как известно, из этой среды вышли главные борцы за народное счастье. За год предшествовавший пожаром Петербург ошалел от революционной агитации. Такого до реформ никогда не было. Чтобы в общественных местах, в школах, в казармах, даже в зимнем дворце разбрасывались какие-то безумные прокламации и брошюры. Ты мог просто идти по улице. К тебе подбегал молодой человек с безумными глазами. И совал в карман или в руки бумажку. Ты ее разворачивал и мог прочесть буквально следующее. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выбранный старшина, получающий за службу жалование. Если тебе не всучили эту так называемую прокламацию на улице, ты ее получал по почте на дом. Даже старые петербургские генералы получали такого рода боевые листки. Одним словом, это была мощная рекламная кампания. Рекламировалась революция. Зачем нам реформы, спокойная жизнь? Новое поколение выбирает революцию. Мы не страшимся ее, писал один из студентов. Мы не страшимся ее, хотя знаем, что прольются реки крови. Но население Петербурга еще было не готово проливать реки крови. И когда начались пожары, то люди стали хватать студентов. Ну, тех, кто попадался под горячую руку. Их, как поджигателей, тащили в полицию. Одновременно и власть очнулась от бездействия. И решила, наконец, начать действовать. Начались аресты по обвинению в составлении и распространении прокламации. В политической тюрьме Петропавловской крепости появился тогда новый постоялец. Николай Гаврилович Чернышевский. Когда в одиночную камеру Алексеевского-Равелина привели Чернышевского, он был всего лишь известным журналистом. Его знали как автор, соредактор журнала «Современник». Через год, десять месяцев и две недели из Петропавловской крепости на каторгу повезли совершенно другого человека. Это был мученик, пророк и апостол русской революции. Радикальная молодежь почитала в нем святого. Некрасов это замечательно выразил. Его еще по камест не распяли. Но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали царям земным напомнить о Христе. Атеист Чернышевский напоминает царям о Христе. Это сильно сказано. Но мы народ православный, у нас и революция без святых и пророков не обходится. Сделать из журналиста мученика, пророка не так-то просто. Мало ли у нас было и есть журналистов. Тут без помощи власти и тайной полиции не обойтись. Во-первых, нужно упрятать журналистов в главную государственную тюрьму. Во-вторых, ему нужно создать все условия для творческой работы. Чтобы он мог спокойно думать, писать, получать книги. Не рекомендуется его отвлекать суетой следствия, допросами. Не надо спешить. И тогда журналист напишет не очередную статью. Он напишет книгу книг. Евангелие русской революции. Роман «Что делать?». Как все-таки невыносимо тяжел гнет самодержавие. Узник Петропавловской крепости, обвиняемый в государственных преступлениях. Может опубликовать свой труд в самом популярном журнале. Его будут читать по всей России даже семинаристы. И в отличие от цензуры, пропустивший роман, все будут понимать, кто такой герой романа Рахметов и чем он занимается. И чем должен заниматься всякий порядочный, думающий человек. Ну, конечно же, революцией. Чем же еще можно заниматься в России? Чернышевский даже предсказывает ее начало 1865 год. Вот с этим вышла небольшая промашка. Все шло своим чередом. Больших потрясений не было. Но зато в следующем, в 1866 году, новый человек в Петербурге у летнего сада выстрелит в царя Александра Второго. Известие о покушении на государя застало начальника третьего отделения в Государственном Совете. Князь Долгоруков моментально бросил все дела и помчался к себе на фонтанку. Фонтанка 16 – это адрес третьего отделения. Тем временем туда уже привели неизвестного молодого человека, стрелявшего в Александра. Доставили и многочисленных свидетелей. На основе их показаний следствие детально восстановит картину покушения. Итак, в 4 часа пополудни Государь приехал в летний сад на прогулку. Жандармские офицеры запомнили, Александр Второй несколько раз обошел летний сад. Об этих регулярных ежедневных прогулках знал весь город. Государь приезжал сюда запросто, без всякой охраны. Такие были патриархальные времена. Чтобы посмотреть на Государя, люди специально приезжали в летний сад. 4 апреля все было как всегда. Особенно много народу толпилось у ворот сада, там, где стояла коляска Государя. Никто не обратил внимания на высокого молодого человека, который заложил руку за борт пальто. Государь вышел, ему подали шинель, он надел ее, при этом продолжал с кем-то разговаривать. Молодой человек медлил. То ли он колебался, то ли выбирал более удобное положение. Наконец он выхватил двухствольный пистолет и спустил курок. Это невероятно! Пуля просвистела над головой Государя. Еще более невероятно, что преступник не стал стрелять второй раз. Воспользовавшись замешательством, он бросился бежать. Его, конечно, тут же поймали, скрутили. Наверное, были попытки расправы, пресекаемые полицией. «Дурачье!» – крикнул задержанный. «Ведь я же для вас, а вы не понимаете». В самом деле, как странно, не понимает народ. А молодые люди вбились себе в голову, что достаточно сделать первый шаг, чтобы началась народная революция. Тот, кто стрелял у летнего сада, первым в России сделал этот шаг. Государь не мог уехать с места покушения, не взглянув в глаза этому новому, неведомому для него человеку. Его привели. «Ты поляк?» – спросил Александр. «Нет, чисто русский. Почему же ты стрелял в меня? Потому что ты обманул народ, обещал землю, да не дал». Государь не верил своим глазам. Он не мог предположить, чтобы русский человек поднял руку на русского царя. И тайная полиция на первом этапе следствия упорно продолжала видеть в террористе поляка. Начальник третьего отделения был абсолютно уверен, что он скрывает свое польское происхождение. Следствие будет пытаться прояснить это, выйти на польский след. Преступника будут томить, так это тогда называлось. Его будут допрашивать по 12-15 часов, не давать садиться. Ночью будут будить, каждый час по нескольку раз. При этом с ним заговаривали по-польски. Думали, что он с просонья выдаст себя. Так продолжалось целую неделю, до 11 апреля. Но все усилия следствия были тщетны. Тайная полиция была беспомощна даже в этом. Преступник отказывался открыть свое истинное имя, звание и происхождение. Он называл себя крестьянином одной из южных губерний России. Говорил, что грамоты не знает, родственников у него нет, а зовут Александром Петровым. В этой версии не было ни одного слова правды. Крестьянином он не был, но и поляком он тоже не был. Эта власть хотела видеть его поляком, потому что власть до сих пор не знала своего истинного противника. Этот противник уже объявил ей настоящую войну, но до сих пор оставался неведом власти, неведом тайной полиции. А значит, практически неуязвим. Самое поразительное, что этого противника, иными словами, нового человека, открыла русская литература. За несколько лет до покушения на Александра Второго. Открыла, это значит, обнаружила в жизни. Нигилист, так его звали. Потому что он все отрицал. Об этом прямо говорит главный герой знаменитого Тургеневского романа «Отцы и дети» Евгений Базаров. В теперешнее время полезнее всего отрицание. Мы отрицаем. Все, переспросил собеседник. Все. Как? Не только искусство, поэзию, но и страшно вымолвить. Все, с невыразимым спокойствием, повторил Базаров. Все это значит и Бога. И государя, божьего помазанника. Нет, не поляк стрелял в царя. В него стрелял русский нигилист Тургеневский Базаров. ВЫСТРЕЛЫ Следствие по делу о покушении безнадежно буксовало. Оно проводилось в третьем отделении, но вела его специальная следственная комиссия. В нее входили доверенные люди государя. Судя по результатам, весьма некомпетентные. Исчерпав все немногие средства, потеряв терпение, следователи решили допустить в третье отделение публику. Приходили все желающие. Через специальное отверстие в двери смотрели на преступника. Помог случай. Лакей одной из петербургских гостиниц узнал в задержанном постояльца. Имени его он сказать не мог. Вообще ничего от члена раздельного добиться от него было невозможно. Но это была уже первая зацепка. Дело сдвинулось с мертвой точки только после изменения состава и руководства комиссии. Ее председателем император назначил графа Михаила Муравьева. Смысл этого назначения очевиден. Муравьев прославился во время подавления недавнего польского мятежа. «Я не из тех Муравьевых, кого вешают, а из тех, кто вешает». Эта фраза нового председателя комиссии вошла в историю. Граф Муравьев потребовал, чтобы Лакей, узнавший преступника, указал его гостиничный номер. Затем последовало распоряжение произвести в этом номере самый тщательный обыск. Вплоть до разбора печи и пола. И вот тут следствие ожидало настоящей удачи. В номере была обнаружена забытая шкатулка и разодранный конверт. На конверте удалось прочитать фамилию и адрес. Вот теперь следствие упрощалось до уровня школьной задачи. По адресу, прочитанному на конверте, в Москве был арестован некто Николай Ишутин. Да не один, а вместе со своими друзьями-приятелями. Всю честную кампанию тотчас доставили в Петербург. Тут Ишутин узнал в неизвестном преступнике своего двоюродного брата. Неграмотный крестьянин Петров оказался дворянином Дмитрием Каракозовым, студентом юридического факультета Московского университета. Теперь следствие займется вопросом о сообщниках. Главное, в вопросе всякого политического сыска. Строго говоря, сообщников у Каракозова не было. Были единомышленники, были студенческие кружки, была революционная тусовка. Всякая тусовка – это форма ничего не делания. Посидели, поговорили, есть деньги выпили, поехали к барышням, весело провели время. Для человека известного склада эта суета очень утомительна. Он не может отделаться от гнетущего ощущения пустоты. Каракозов был раздавлен своим нигилизмом. Еще немного, и он, наверное, сошел бы с ума. Единственное спасение – начать что-то делать. Лучше всего – бороться, драться, как говорил Базаров. Каракозов бежит от самого себя. Эта дорога приведет его к летнему саду, а затем и на виселицу. 3 сентября 1866 года, несмотря на ранний час, в Петербурге было многолюдно. Все спешили на Васильевский остров к месту казни Каракозова. Этим местом было Смоленское поле, огромный пустырь посреди острова. На поле возвели эшафот, поставили в виселицу, все покрасили черной краской. Секретарь Верховного уголовного суда начал читать приговор по указу Его Императорского Величества. В этот момент забили барабаны, войска взяли на караул и все сняли шапки. А потом в словах приговора прозвучало напоминание о том, что составляло позор русской жизни. Вот этот жалкий молодой человек, стоящий на эшафоте, поднял руку на государя. После чтения приговора на Каракозова надели саван, подвели к виселице и через несколько минут все было кончено. В истории Каракозова была поставлена точка. Увы, эта история никого ничему не научит. Это был не конец, это было только начало. Дело русского политического терроризма будет продолжено. Покушения на императора будут следовать одно за другим. Второе, третье, пятое, седьмое семь покушений. А тайная полиция будет действовать по старинке, как при Николае Первом. Его третье отделение, созданное, ну, как полиция нравов, для душеспасительных бесед, все более и более будет терять контроль над ситуацией. В 80-м году третье отделение упразднят. Время было упущено. Преобразователь России Александр Второй слишком поздно занялся реформой политического сыска. Эта проблема будет решена только после его трагической гибели. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы?» в цикле «Казнить нельзя помиловать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова